Мы столкнулись с явлениями кубанской зимы, которые характеризуются своими перепадами температур. Если еще позавчера, 7 числа, температура воздуха была 16-18 градусов на отдельных участках, то сейчас она близко к нуля, на отдельных участках до минус одного. Еще со второй половины дня, вчерашнего дня, у нас начались изменяться погодные условия резко. Пошел снег, и еще до поступления штормовых предупреждений практически все коммунальные службы были подняты для ликвидации возможных последствий. На данный момент мы имеем следующее, что все федеральные и краевые трассы затруднений по проезду не имеют. Температура воздуха, как я сказала, близко к нулю, выпадение сильной осадки. Наиболее пострадали сосны, деревья хвойных пород. Есть порядка 10 обломов больших веток в городе и порядка 12 и 14 на Пионерском проспекте. На федеральных и краевых трассах в границах муниципального образования работают 20 единиц техники. В городе работают 14 единиц. В ликвидации последствий задействованы более 100 человек. Аварийных ситуаций, связанных с обрывом силовых проводов, на данный момент нет. Уже в ближайшие сутки температура воздуха вновь перейдет в плюсовые отметки, что может повлечь за собой явление паводковой ситуации. Сейчас нас одно беспокоит, это то, что прогнозируются высокие плюсовые температуры. Вместе с этим будут проявляться паводковые явления. Ко всем мы готовы. Объезд уже осуществляется. Также осуществляется и средствами технического контроля. Ситуация контролируемая. Я думаю, что с этой ситуацией мы справимся. Работы по очистке территории от снега продолжаются. Управление гражданской обороны и защиты населения призывает руководителей предприятий и организаций также активно включиться в процесс очистки тротуаров и пешеходных зон, крыльц и ступеней зданий от снега и наледи. Не забывайте посыпать пешеходные дорожки и тротуары противогололедными средствами.